Как селедка в бочке. Так на пресс-конференции в Центре управления городом описали пассажирские перевозки в общественном транспорте. Вопрос комфорта и качества стоит у остров Часыпик. Большинство маршруток малогабаритные, пассажиропоток большой. Вот и приходится людям ютиться. Проблемы не новые, они знают, даже пытаются решать. До 2023 года планируют пополнить автопарк ПТП-1 на 150 автобусов средней и большой вместимости. 50 из них поступят на баланс автотранспортного предприятия в этом году. Акционерное общество на сегодняшний день активно начало принимать участие в проводимых конкурсных процедурах на право обслуживания маршрутов. С 31 декабря 2023 года нами начнется эксплуатация новых для нас маршрутов номер 4 и номер 28. На обслуживание этих маршрутов как раз и предполагается задействовать новые 50 автобусов. Планы на новые автобусы и маршрутки строят и другие перевозчики. Их в городе всего 19. 13 из них в этом году перешли на регулируемый тариф. Еще четверо пополнят список в декабре текущего года. Остальные в раздумьях. Новая схема работы заключается в полном контроле администрации над качеством пассажирских перевозок. От соблюдения графика маршрута до цены, которая взымается за проезд. Вокруг последнего критерия много споров. На рассмотрении вопрос о поднятии тарифа. Речь идет о 28 рублях. В этой цене должны участвовать сами средства, которые вкладывают предприятия, стоимость, ну и граждане нашего города Уренск. То есть та тарифная политика, которая будет тоже меняться в ближайшее время, она также создает определенные комфортные условия для перевозчиков, где предусматривать в этой стоимости будет сидеть и возможность замены того же подвижного состава, обеспечения строительства база и так далее. Перевозчики не согласны. Даже с учетом удорожания проезда денег не хватит. Их идеал 38 рублей за поездку. Именно такие цифры близки к себестоимости. При условии перехода на регулируемый тариф администрация сможет возместить разницу. Теперь немного арифметики. При нынешней цене в 25 рублей перевозчик теряет 13 рублей за одного пассажира. Со ста – 13 тысяч. Это за один выход в рейс. Компенсация выпадающих расходов от мэрий – 100 тысяч рублей в год. Несостыковка колоссальная. Плюс расходы на обновление подвижного состава. Все же идеал – это не маленькие газельки, а вместительные автобусы. Их планируют брать в лидинг. Каждый год наше предприятие берет в лидинг как не менее 50 автобусов. Потому что если мы возьмем 20 автобусов, пар будет стареть. Соответственно будет много ремонтов. Это дополнительные затраты. Покрыть часть затрат поможет областная программа. В процентном соотношении это 50 на 50. На данный момент неизвестно точно, будет ли она актуальна на следующий год. Что касается цены за проезд, скорее всего, мечтам не дано сбыться. Горожане не воспримут резкий скачок в цифрах. К слову, это не единственные изменения, которые могут ожидать пассажиров. Планируется полностью перейти на безналичную оплату проезда. Стимулировать к оплате карты будут разницы в стоимости проезда. На вопрос, как люди преклонного возраста воспримут реформу, в администрации улыбнулись. Эта категория будет передавать деньги водителю. Отметим, это пока лишь планы без точной даты их реализации.